Школьники и студенты под ограничительные меры попали одними из самых первых. Уже в начале недели для учащихся лицеев, гимназии и школ отменили кабинетную систему и разрешили свободное посещение. Это школа 95, рядом с горпарком. Влажную уборку делают несколько раз в день. В коридорах и кабинетах стоят рециркуляторы воздуха. Теперь не дети перемещаются за учителями по кабинетам, а наоборот. Вот геометрия, там где всегда учили физику, а это уже география в кабинете русского языка и литературы. Ограничения вполне условны, на переменах дети выходят в коридор и все равно общаются друг с другом. Директор Ирина Пархоменко новость о переходе на дистанционку узнает от нас. Говорит, что официальных бумаг еще не получала, но школа к такому формату готова. За плечами большой опыт предыдущих карантинов, но бывают и проблемы. Проблем здесь на самом деле две. Первое – это то, что детей младшего возраста, особенно начальной школы, без помощи родителей усадить перед компьютером. И без их помощи усваивать материалы они точно не смогут. Ну, в общем, наверное, и 5-6 классы этим тоже не отличаются. Дистанционное обучение хорошо проходит на 9-10-11 классах, там, где дети мотивированы на результат. И для них ежедневное подключение и работа не являются чем-то особенным. И вторая проблема – мы школа, в которой дети учатся по микрорайону. Микрорайон у нас очень разный, просто иногда в семьях нет компьютеров, и, следственно, нет возможности подключиться к дистанционному обучению. И поэтому в таком случае мы всегда будем готовы принять детей, также определим время для консультации и будем заниматься вот в таком режиме. Какого-то единого стандарта для школьного дистанционного обучения нет. Каждый случай рассматривается индивидуально, заявляет в областном Минобразе. Дистанционное обучение в каждом образовательном учреждении будет зависеть от возможности самого учреждения. Если у школы есть возможность провести онлайн-уроки, соответственно, время, даты для какого класса и какого педагога, это расписание завтра должно появиться на сайте учреждения. Если такой возможности у учреждения нет, значит, задания раздаются именно в доступной форме педагогами. Это могут быть задания, которые переданы по электронной почте, в электронном журнале, и плюс, как я уже говорила, в письменной форме через родителей переданы детям. Да, онлайн-уроки, во всяком случае, в крупных городах, таких как Саратов, Балакова, Энгельс, у учреждений, где хорошая скорость интернета и возможность такая есть, вот такие уроки проводятся. Вопрос, который сейчас занимает многих выпускников, единый госэкзамен. Трехнедельный отдых – это, конечно, приятно, но выпадать из учебного процесса накануне важнейших испытаний – перспектива так себе. Глава городского комитета по образованию Лариса Ревудская успокаивает и детей, и родителей. По информации Рособранадзора, которая пока есть только в интернете, официального письма у нас пока еще нет от нашего Министерства образования, я думаю, в скором времени оно появится, что в связи с таким массовым дистанционным обучением детей на территории Российской Федерации даже встает вопрос о переносе сроков единого государственного экзамена. На сегодняшний день мы уже располагаем информацией о том, что досрочный период единого государственного экзамена, который должен был 20 марта начаться, по решению Рособранадзора, перенесен на основной период. И в резервные дни основного периода с 25 мая по расписанию выпускники прошлых лет будут сдавать единый государственный экзамен. В любом случае, в первую очередь, на первом месте у нас защита здоровья наших детей. Помощь школьникам готов оказать и социально ответственный бизнес. Бесплатный доступ к своим урокам открывает ресурс учи.ру. Бесплатными на время карантина будут уроки и на страницах проекта 0.1 математика. На дистанционку на этой неделе перешли и все саратовские вузы. Сколько придется жить в виртуальном пространстве, пока сказать сложно. В Поволжском институте управления для студентов даже разработана специальная инструкция на 32 листах. Вот такой информационно-образовательный портал. У каждого преподавателя, у каждого студента есть туда доступ. И здесь мы можем увидеть не только ознакомиться с дисциплиной, но и преподаватель размещает все необходимые материалы, учебно-методические, лекционные. Затем различного рода тесты, то есть такие материалы, которые позволяют проверить знания. Студент самостоятельно ознакомится с этими материалами и проходит, допустим, тест, подтверждая освоение того или иного материала. И лекции, и различного рода задания по, например, написанию проектов. Потом курсовые работы никто не отменял. Они точно так же их готовят и представляют, здесь могут загружать. Здесь есть форумы, в котором можно как раз общаться с группой, с целой группой, обсуждать какие-то вопросы, то, что, например, студенты не поняли. Требуется дополнительное разъяснение, поэтому у преподавателя, конечно, такая возможность есть, и у студента тоже. Опыт дистанционного обучения осваивают не только в Саратове. Есть и весьма оригинальные подходы. В Ростове студенты вместе с преподавателем переместились в мир популярной игры «Майнкрафт». Кабинет, студенты и виртуальный лектор. Мы создаем новую переменную темп, в которой с помощью цикла фор записываем, какой результат. С обыкновенными вузами история понятна. А как быть людям творческим? Тоже осваивать виртуальное пространство. Эту форуму мы использовали и раньше, потому что, безусловно, той работы, которая проходит в классе, времени на ту работу, как правило, не хватает. Поэтому, естественно, каждый педагог создавал группы своего класса в любом мессенджере. И дополнительный материал, касаемый дополнительной литературы, учебно-методических пособий, как и нотной литературы, он отправлял именно там. На сегодняшний день мы сохраняем расписание, которое у нас есть. И в рамках этого расписания каждый педагог выходит на связь со своим студентом. Например, работа творческих коллектив на сегодняшний день также проходит через электронную информационную обратную среду путем того, что руководители творческих коллективов сейчас дают программу работы коллектива, проставляют штрихи, дают задания на изучение партии, если это оркестровый класс или изучение хоровых партий, если это хоровой класс, дают определенные рекомендации. Что касается специальных дисциплин, то здесь и визуальная, и теоретическая, и практическая работа, потому что, в принципе, нотный текст, основа фразировки, возможно, и дистанционно. Тяжелее всего студентам театрального института. Но и для них, по словам Александра Занорина, занятие найдется. У них процесс освоен в основном на групповых занятиях, у них мастерские, есть мастера курсов, которые ведут, плюс есть предметы, которые связаны и с речью, и с танцем. Поэтому на сегодняшний момент они осуществляют это дистанционно. И кроме этого, они сейчас себя совершенствуют интеллектуально. В этих электронных системах мы опубликуем известные постановки, известных режиссеров, театральных деятелей, которые у нас есть в сети интернет, и мы просим их смотреть. В этом смысле мы используем все блага этой системы интернет для того, чтобы максимально наши студенты были задействованы. Продолжение следует...